Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Социально значимые продукты питания. Какова сегодня их стоимость? В Сочи прошел масштабный мониторинг цен. А вот ярмарки привоз провели ребрендинг. С этой недели работают в новом формате. В Дагомесе появилась аллея реликтовых растений. Разместилась она на территории инфекционной больницы. В Сочи собрались фехтовальщики из разных стран. Стартовал этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров. Житница России примет Всемирный зерновой форум. Он пройдет в Сочи на будущей неделе. Глава региона рассказал, что власти края готовы продемонстрировать инвестиционный потенциал региона в сфере АПК, а также обсудить с участниками развитие новых рынков сбыта. Сейчас Кубань российский лидер по производству зерна, отметил Кондратьев. В этом году край собрал рекордный урожай зерновых около 14,5 миллионов тонн. Абсолютного рекорда в 1 миллион тонн регион добился по рису. Но просто собрать такой урожай мало. Важно его выгодно продать, уверен глава региона. Нам необходимо содействие правительства Российской Федерации в налаживании прямых контактов края с Сирией, Ливией, Египтом и другими арабскими странами, чтобы продавать наш рис без посредников. И в целом нам важно понять, какая сегодня ситуация на мировом зерновом рынке, какие цены, прогнозы у аналитиков. Это даст хорошую основу для планирования экспортной политики края. Кондратьев также отметил, что форум станет площадкой для общения с потенциальными инвесторами. Кубань заинтересована в бизнесе, который придет в регион для развития, переработки и создания мощной хлебопекарной промышленности. Дорога от Горячего Ключа до Джубги станет в два раза быстрее. До конца года на этом участке трассы М4 Дон закончат все ремонтные работы, что увеличит пропускную способность на 20 тысяч машин в сутки. Это вдвое больше, чем сейчас. План дорожных работ федеральных автомагистралей представили Вениамину Кондратьеву. В частности, речь идет о капитальном ремонте отрезка дороги от Дефановки до Горского. Согласно данным Росавтодора завершат его к 1 января. Тогда же откроют третью полосу для обгона грузового транспорта. По мнению Вениамина Кондратьева, развитие М4 Дон важно не только для Кубани, но и для всей страны. Ведь от этой дороги зависит экономика. Машины по ней движутся не только курортом, но и перевозят грузы в порты. Если мы возьмем бутылку и за дело бутылки возьмем всю нашу огромную-огромную страну, то вот горлышко бутылки – это и есть Краснодарский край. Большое количество регионов нашей страны, в том числе вот на этой дороге, в одиночку Краснодарский край с ремонтом дороги не справится. Пропускная способность вот этой дороги М4 Дон, 12 тысяч машин в сутки. Надо признать, это не то что статистика, это четкие цифры, подтверждающие справками ГИБДД. В летний период она достигает до 120 тысяч. Безловно, этот промежуток не справляется. Конечно, мы сегодня говорим о том, что его нужно расширить. Утверждены дорожные работы на трассе М4 Дон и в будущем году. К июню планируют завершить ремонт развязки в районе восточного обхода Краснодара. Почти 40 километров собираются реконструировать в районе Геленджика от Архипа-Осиповки до села Возрождения. Отремонтируют и дорогу от Адыгеи до станицы Саратовская. Запланированы работы также в Василковском и Кущевском районах. Накануне в России отметили день сотрудника органов внутренних дел лучших полицейских Кубани поздравили в краевой филармонии. Как говорят сами полицейские, в регионе впервые за последние два года снизилось количество преступлений, стало меньше хулиганов, сократились кражи. Глава региона лично присутствовать на празднике не смог, поэтому со словами благодарности обратился к стражам порядка с экрана. Вы встречаете профессиональный праздник с хорошими результатами. Сокращается количество преступлений, растет раскрываемость. Главная наша с вами задача сегодня сохранить мир и стабильность в нашем крае. Люди ждут от нас оперативности, неравнодушия, неподкупности, справедливости. Хотят видеть Вас на улицах, чувствовать себя под защитой. Уверен, совместными усилиями мы сможем выполнить задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны и наши жители. От имени губернатора особенно отличившимся сотрудникам вручили медали и награды. Еще более 20 полицейских получили благодарности от главы региона, ЗСК и руководителя главка. Для граждан полицейские это власть, закон и справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах наших городов. Спокойствие жителей и гостей края. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. С праздником! В завершении праздничного вечера со сцены гостей поздравили артисты Краснодарского края. В Сочинском нацпарке объявили карантин по африканской чуме свиней. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина. Документ опубликован на сайте краевой администрации. Карантин установили в радиусе более 3000 метров от места обнаружения тел свиней. На территорию запретили проезд транспорта и людей, не задействованных в ликвидации АЧС, убой и реализацию мяса, кормов животных, охоту. Ограничения действуют 12 месяцев. Напомню, 8 ноября в Сочинском нацпарке обнаружили 13 мертвых свиней. Экспертиза показала, что смерть животных наступила от африканской чумы свиней. В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения вируса нет. И к другим новостям. Сам перевернулся, сам уехал. В сети появилось видео ДТП, которое произошло ночью 8 ноября на перекрестке Гагарина-Донская. Не успев адекватно отреагировать на голосующего пассажира, водитель Белой Нивы резко сменил полосу, не справился с управлением и перевернулся. К счастью, обошлось без жертв. Более того, водитель сам выбрался из автомобиля. И когда подоспевшие на помощь очевидцы перевернули машину обратно, он сел за руль и уехал. Социально значимые продукты питания. Что входит в этот список и какова сегодня их средняя стоимость? Выяснили сотрудники Управления потребительского рынка Сочи. Накануне по всему курорту прошел масштабный мониторинг цен. Подробнее Татьяна Говоркова. Мониторингу цен подверглись все сетевые магазины, а также ряд точек розничной торговли. Несколько групп проверяющих целый день ходили по магазинам и фиксировали минимальную и максимальную стоимость социально значимых продуктов. Список товаров утвержден законодательно. Это всего лишь необходимый минимум самых дешевых товаров, то есть продуктов, которые позволяют не остаться голодным и не испытывать дефицита в основных витаминах и микроэлементах. В этом списке мука, соль, сахар, хлеб, мясо, молочные продукты, крупы. Всего 24 позиции. Крупа рисовая у нас социальная цена 45 рублей. 45 за 900 грамм. Цены на продукты постоянно растут. Такое утверждение бытует в обществе. Однако, так ли это на самом деле? Мнение покупателей по этому поводу разделяется. Гречка самая дешевая, мне кажется, вообще всегда была. Но даже гречка стоит около 100 рублей, тоже очень подорожала. Ничего такого не меняется. Ну, по крайней мере, я не замечаю. Может быть, там какие-то копейки. Я не сужу по отдельным продуктам, по общему чеку, но гораздо больше стану. Сочи стал одним из самых дорогих городов. Край об этом заявили накануне на совещании в администрации. Собравшимся представили сравнительную таблицу цен на социально значимые продукты питания на курорте и в среднем по краю. Например, сеть гипермаркетов «Магнит» по 10 позициям выходит за рамки средней минимальной и средней максимальной краевой цены. Причем закупка товара и его доставка происходит из одного распределительного центра. Так, говядину в гипермаркете «Магнит» в Сочи можно купить по цене от 322 до 488 рублей за килограмм. В то время как в Краснодаре цена на нее варьируется от 266 до 396 рублей. Мне непонятно, как у сетевиков, таких как гипермаркет «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Магнит», вдруг цена в Краснодаре одна, а в Сочи другая. Как может такое быть? Понять экономически это невозможно. Каким образом цена в торговой сети на масло подсолнечное в Краснодаре на 33% дешевле, чем в городе Сочи? Непонятно. Ну, на 3% понятно. Могло быть понятно. Дорожные расходы. За последние три года в город зашли крупнейшие игроки розничного бизнеса. В каждом микрорайоне появились крупные гипермаркеты, такие как «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и «Магнит». Однако сегодня целесообразность такого количества магазинов под вопросом. Обеспеченность торговыми площадями без учета отдыхающих на сегодняшний день составляет 1106 квадратных метров на 1000 человек, что превышает суммарный норматив минимальной обеспеченности в 1,7 раз при нормативе в сосиском 669. Фактически, если не будет отдыхающих, коллеги, ну, примерно из 2116 объектов, реализующих продовольственную группу товаров, ну, завкроется, наверное, каждый четвертый. Это 529 предприятий розничной торговли. Как подчеркнули в администрации, время на исправление у сетевиков есть, но если цена на социально значимой продукты не будет приведена к средней рекомендованной по краю, то город намерен подключить рыночные механизмы воздействия. «Вы должны своим руководителям передать, что если цены не будут приведены в соответствии с краснодарскими ценами, то мы вынуждены увеличивать количество ярмарок. Мы просто-напросто будем прозванивать по всем тем, кто желает реализовать товар, что завозите на ярмарки. И они повезут. Повезут фермеры. Ну, кроме фермеров, мы можем оптовикам сказать, чтобы везли». В период, когда страна испытывает трудности, регулировать цены на продукты питания становится необходимостью. Ведь от цены на продукты напрямую зависит качество жизни людей и благополучие города. Ну, а подробнее с результатами проведенного мониторинга можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Муниципальная ярмарка на Мацесте поменяла свой облик. Теперь это уже не хаотичные торговые ряды, а облагороженные рабочие места для кубанских фермеров. Что изменилось, расскажет Елена Овсецина. Сочинцы уже достаточно давно покупают продукты на ярмарках. Муниципальные были образованы несколько лет назад по поручению главы города. Сюда на Мацесту из разных районов Сочи приезжают за свежими фруктами и овощами, мясной и молочной продукцией. Всегда прихожу на эту ярмарку. Нравится ассортимент, нравятся цены, продавцы. Все свежее, всегда много, выбор большой. Здесь все свежее, можно поторговаться и повыбирать. Выбор больше. А выбрать действительно есть из чего. Десятки кубанских и местных производителей теперь борются за каждого покупателя. Пожалуйста, подходите, ребята. Пожалуйста, адмирские киви, мандарины. Свежие пробуем. Конечно, для покупателей важны цена и качество товара, но в каких условиях он продается, тоже немаловажно. Поэтому здесь решили соответствовать современным стандартам торговли. На ярмарке Мацеста за последнее время изменился ее внешний облик. Мы придали облик в соответствии с требованиями департамента края. Поменялся орнамент, так называемый. Появились у всех продавцов единообразные фартуки, бейджики, цены, вывески, уголки потребителя и так называемые нижние юбки на палатках. Тонары тоже выглядят по-иному. Куда ни глянь, везде порядок. Покупателю понятно, кто перед ним, откуда товар, по какой цене. Вся продукция как на подбор. Если что не ясно, можно обратиться к информационному стенду. Единообразные на всех муниципальных ярмарках информационные стенды, обязательно, на которых отражается вся информация, а также рекомендованные цены. Управление сельского хозяйства еженедельно мониторит ярмарочные цены. Они не должны быть завышенными. Более того, кубанским производителям рекомендуют утвержденные цены. Здесь же на ярмарке Мацеста социальные ряды около 30 сочинцев пенсионного возраста привозят фрукты и овощи со своих приусадебных участков. Причем на такой домашний товар спрос тоже очень большой, потому что качественно и дешево. Многих посетителей ярмарки устраивает и наличие парковочных мест для машин, ходит часто и муниципальный транспорт. Остановка здесь же рядом. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Дагомесе появилась аллея Гинго. Это реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым. Разместилась она на территории инфекционной больницы. В высадке приняли участие члены сочинского отделения Русского географического общества и специалисты экологического совета. Гинго – одно из древнейших на земле деревьев, пережившее даже ледниковый период. Впервые в Сочи его привезли в начале 20 века. Этим саженцам всего несколько месяцев. При посадке экологи учитывают особенности растения. Чтобы прижилось, важно правильно присыпать почвы, не нарушить влажность и уровень кислотности земли. Вот влажность здесь повышенная сейчас. Он показывает и влажность, и кислотность. Она повышенная влажность. Поэтому поливать пока и не надо. А кислотность здесь удовлетворяет. 7,0 – это как раз для Гинго. Взрослые деревья в городе единичны. А вот инфекционная больница может похвастаться целой аллеей Гинго. 35 саженцев – это настоящая коллекция эксклюзивных растений. Плоды приживутся. В принципе, будут через лет 5-7 уже. Оно начнет свистеть. Деревья крупномерные. Все должно быть посажено правильно. Ну, вообще, конечно, с любовью. Все надо делать с любовью. Тогда хорошая энергетика. И, в общем-то, больше шансов, что растения хорошо приживутся. Главный врач инфекционной больницы подчеркнул, что польза от наличия зеленой зоны рядом с медицинским учреждением налицо. Территория большая. Зеленять есть что. Поэтому мы этим вопросом сейчас занимаемся очень системно. Не так давно прошел третий Всероссийский съезд по социально значимым инфекциям. Участники съезда приезжали, тоже сажали деревья. Вообще, очень хорошая инициатива. Правильная, хорошая, замечательная. Пусть город будет зеленым. Саженцы Гинго передал Армавирский совхоз декоративных культур. Они выращены практически в экспериментальных условиях. В Сочи их привезли не случайно. Замечательно то, что эти саженцы выращены из семян сочинских деревьев и вернулись назад в дар городу от совхоза. Еще раз большое спасибо ему и, безусловно, руководителю управления лесопаркового хозяйства Терехову Андрею Николаевичу, который тоже активное участие принял в организации этой работы. Посадка деревьев на территории инфекционной больницы – это еще один шаг к масштабному озеленению Сочи. В канун Дня города решено посадить максимальное число молодых деревьев. В Лазаревском районе задачи справляются на отлично. Мы сейчас проводим по всему городу акцию под руководством мэра нашего города Анатолия Николаевича Пахомова по озеленению города. Каждый сочинец должен высадить одно дерево, а может быть и больше. То же самое это проходит акция и по школам, у нас детским садам, по частному сектору. Работа идет. На территории инфекционной больницы подобные акции проходят не впервые. Здесь уже есть аллейки Борисов и Эвкалиптов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ко дню города преображаются не только улицы. Житель Головинки решил, праздник должен быть каждый день и воплотил сказку в жизнь. Как именно – расскажем далее. Вместе по жизни, с любовью друг к другу и своей земле. Семья Кашкарева, как эти два лебедя, они создали для себя свой маленький рай. Ни один десяток лет ушел, не все еще и сделано, но мимо их небольшого дома не проходят ни местные, ни туристы. Небольшое здание, построенное в 50-е годы прошлого столетия, сегодня выглядит как иллюстрация к книге. А когда-то супруга просто увидела подобный двор в Подмосковье и предложила мужу украсить окна резными ставнями. Материалы для творческих идей самые разные. Например, вот эти грибочки из старых тазиков, а вот старый утюг, словно чудище, разинул пасть и скоро превратится в цветущую клумбу. Для души это все, во-первых. А раз душа и просит, значит, надо это все воплощать. По поводу дома родительского, вот, как память вроде бы, и решили как, он смотрится вроде бы старенький туда-сюда, много пространства пустого на стене. Посидели с супругой, подумали, решили его чуть-чуть украсить вроде бы. Ну вот украсили, получилось красиво. Дом родительский, мы здесь все выросли, и племянники выросли все, поэтому наш дом – это частица души родительской. Поэтому мы, любые праздники, любой повод, мы все собираемся, племянники, сестра родная, брат родной, все собираемся, их дети приходят. В общем, это наш очаг. Все в этом дворе благоухает и радует глаз. За столько лет, признается Надежда, приноровилась и высаживает цветочную рассаду исключительно по сезону. Так получается, что сад цветет без перерыва. Плодовые деревья мандарины, кивы, фейхуа, инжир щедро радуют урожаем. Я землю люблю, люблю заниматься цветами. И как приехала сюда жить с 87-го года, я вот занимаюсь только украшением нашего двора, нашей, как бы сказать, усадьбы небольшой. Вечером двор становится еще краше. Самостоятельно супруги смастерили подсветку из гирлянд. Этим двором у нас любуются все, и местные, и отдыхающие. Все останавливаются, все просят сфотографироваться. Вот обратились во внимание на камнях, там написано, что на удачу, на успех. И рука нарисована. Они подходят и правда кладут свою руку. Это настолько интересно и привлекательно. А вечером здесь, когда еще все загорается, ну, в общем, все отдыхающие сидят на этих камешках и любуются. Ко дню города выберут самый красивый и благоустроенный двор и дом. Супруги из Головинки тоже участвуют в конкурсе сразу в нескольких номинациях. Но главный приз, звание самого сказочного дома в Головинке, они уже точно получили на многие годы вперед. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. А что такое гражданин? Образовательный турнир под таким названием прошел сегодня в Центре дополнительного образования ХОСТа. В открытом турнире на тему «А что такое гражданин?» приняли участие команды трех школ – 5-й, 16-й и 18-й. Турнир прошел в форме интеллектуальной игры. Участникам нужно было выполнить сразу несколько творческих заданий. В процессе такой игры научиться работать в коллективе, мыслить неординарно, найти и понять свои слабые и сильные стороны. Это соревнования, которые представляют собой серию творческих заданий, объединенных вот этим общим смыслом. Что такое гражданин? Гражданин – это широкое понятие. Это человек творческий, человек мыслящий, понимающий, креативный и так далее. Вот это все предстоит показать сегодня детям. Было бы очень приятно узнать, как рассуждать, о чем думают наши дети, и какое представление иметь вообще о гражданском обществе. Понимать, что вообще происходит с нашими детьми, учитывая тот момент, что за последние два года патриотизм среди детей, он очень сильно вырос. Обязательной частью образовательного турнира стали дебаты. Их цель – научить ребят грамотно формулировать и выражать свои мысли, чем зачастую нынешние школьники, живущие в эпоху обмена короткими смс-сообщениями, не владеют. Добавлю, что это уже третий по счету подобный образовательный турнир. И эта хорошая практика будет обязательно продолжена. Спасибо, доктор! В Сочи стартовал необычный фотоконкурс. Он приурочен к празднованию Дня города. Для участия необходимо сфотографироваться с любимым врачом и выложить снимок в Инстаграм с хэштегом «Спасибо, доктор!». По словам организаторов, каждый день эти люди лечат, спасают жизни, благодаря им на свет появляются новые жизни, и не всегда мы говорим нашим медикам «Спасибо!». Теперь такая возможность есть. Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком Управления здравоохранения в сети Инстаграм. Ник «Юз Сочи». Победитель получит приз отбеливания зубов. В Сочи собрались фехтовальщики из разных стран. Сегодня на курорте стартовал этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров Кубок Черного моря. Турнир пройдет с 11 по 13 ноября в Ледовом дворце «Айсберг». За его ходом наблюдала наша съемочная группа. Около сотни спортсменов из 14 стран Сочи впервые принимает этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок. Сегодня, в первый соревновательный день, медали начали разыгрывать девушки. В числе фаворитов, несомненно, российская команда. Они сильнейшие. Тем более, они в родных стенах сейчас выступают. И, возможно, от этого еще сильнее будут. Юниоры также достойно представляют себя как национальная сборная, взявшая на Олимпийских играх в Рио две золотые и одну серебряную медаль. Но я еще отмечу команды Польши и Японии. Они тоже сильны. И я думаю, здесь будут зрелищные поединки. Российскую команду представляют чемпионы мира 2016 в командных соревнованиях. София Познякова, Ольга Никитина, Константин Лоханов, Василий Шершов и другие ведущие спортсмены. Все они готовились к турниру в Сочи на базе Федерального спортивного центра «Югспорт». И в этом сезоне достаточно неплохие результаты демонстрируют. Поэтому это повод для нас и для болельщиков надеяться на хорошее выступление наших спортсменов. Мы достаточно планомерно готовимся к главному старту сезона, к апрельскому чемпионату мира среди юниоров. То, что российская команда сильна, подтверждают и все участники турнира. Марта Мазурек представляет Польшу. В октябре в Болгарии прошел Кубок мира среди юниоров, где она проиграла три очка россиянке Алине Михайловой. К этим соревнованиям тщательно подготовиться не смогла из-за травмы ноги. Я думаю, у российской команды все возможности занять высшие места на этом турнире. Девочки особо опасны. Но я думаю, что каждый может постараться и одержать победу на этих соревнованиях. Сегодня прошли личные турниры среди девушек. Пальма первенства у россиянок. Завтра состоятся поединки среди юниоров. А в воскресенье пройдут командные соревнования и финальные встречи в личном зачете. Поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход на турнир свободный. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Как сделать свой образ интересным и стильным? Сегодня на этот вопрос сочинок отвечали в магазине женской одежды «Сезоны». Мультибрендовый салон отметил свой первый юбилей. Слово Инги Габешия. Сезоны открылись ровно год назад. За это время магазин обзавелся сотней преданных покупательниц. Модная одежда от российских производителей не оставила равнодушными как юных сочинок с утонченным вкусом, так и модниц элегантного возраста. Это одежда, которая дарит чувство уверенности, считают дамы. Современные коллекции всегда бьют ровно в цель. Ко всему прочему, это комфорт и превосходное качество. А еще женственность и изящество, а местами дерзость и эстетика. Индивидуальный стиль посетителям салона в честь первого дня рождения сегодня подбирала стилист-имиджмейкер, известный блогер Москвы Лера Сова. Довольно, очень довольна и по цене, и по качеству. Настроение прекрасно, отлично, советую всем посетить этот магазин. Когда бы ни пришла осенью, летом, зимой, всегда стильная, прекрасная одежда. Сегодня в сезонах презентовали очередной новый бренд. Эта коллекция рассчитана на женщин с пышными формами, которые дизайнерские вещи только подчеркнут. Регулярно радуются нителей своего творчества новыми коллекциями и сама Юлия Иванова, дизайнер и основатель мультибрендового салона. Как известно, главное отличие бренда Иванова – это эксклюзивность. Я считаю, что это более чем удачный эксперимент. Во-первых, мы положили целую череду таких вот открытий. То есть сейчас уже в Сочи достаточно много российских брендов представлено. Но при этом мы все равно остаемся, наверное, флагманами в этом плане, хотя бы потому, что мы все время развиваемся. Все, что представлено у нас, это действительно соответствует тем модным тенденциям. Не остро модным – это не вещи одного сезона. Скорее, это хорошая классика, которая позволит вам в течение долгого периода времени выглядеть стильно. В выборках коллекций для мультибрендового салона сезона всегда можно найти южную ноту, отмечает Юлия Иванова. Имеются в виду и ткани, и их цветовая гамма. К примеру, этой зимой в коллекциях превалирует синий цвет, отражающий сочинский колорит. К тому же популярны в этом сезоне. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok